Около 20 лет назад Любовь Николаевна Андрющенко полностью лишилась зрения, которое и до этого было очень слабым. Тем не менее, вместе с супругом вырастили двух дочерей. За плечами трудная, наполненная проблемами жизнь. Как же нашлось в ней место столь необычному для незрячего человека увлечению? По словам Любови Николаевны, был такой период, когда никак не удавалось справиться с непонятной тоской. У меня были такие депрессии, я просто не находила себе места, я не знала, куда себя деть, я просиживала на диване, я зачитывалась книгами, мне надоели книги, я бросила читать. Постепенные изменения в жизни и настроении начались с приездом в гости невестки. Она приехала ко мне с бисером, плела хризантемы. Ну, я начала ей помогать, пробовать, да, я попробую хоть как-нибудь. Она, что ты будешь пробовать, бери сама и делай. И дала мне бисера немножко, дала мне все это, я попробовала. Она пошла в магазин, накупила мне бисера, проволоку, все, что нужно для начала, так сказать, подарила мне. И все. И я под ее руководством начала заниматься. Продолжила осваивать бисероплетение уже с помощью компьютерных уроков. Во-первых, хочется быстрее сделать, чтобы посмотреть, что ты сделал, потому что, особенно, когда новое что-то. Это успокаивает очень, это отвлекает, это убивает время, если его много. Ну, не знаю, это просто интересно. Бывает, руки опускаются. Вот я летом не делала ничего, месяца два, наверное, ничего не делала. Вот не хочу и все. А теперь вот хочу. Теперь вот делаю, да. Признается, что любит дарить наиболее удачные изделия, но дороги все, в том числе самая первая работа – букет тюльпанов. Что же дает занятие рукоделием самой Любови Андрющенко? Я очень люблю читать стихи, начитываю их, накладываю на музыку и, ну, в общем, делаю такие, как бы, композиции, что ли, разные там. Вот это я люблю очень. На это уходит очень много времени у меня, но я все равно это люблю. Пять лет назад у женщины появилось еще одно хобби, которое увлекает не меньше, чем рукоделие. Снег, да снег, всю избу замело. Снег белеет кругом по колено. Так морозно, светло и бело, только черные-черные стены. И дыхание выходит из губ, застывающим в воздухе паром. Вот дымок выползает из стуль, вот в окошке сидят самовары. Любовь Николаевна очень любит и гордится своей семьей, дочерьми, внучками и внуками. Очень добрые выросли дочки у меня. Навещают, помогают. По первому зову летят все. Дочки, внуки, все по первому зову. В этом мне крупно повезло. Еще одно увлечение – книги. Счет прослушанных и прочитанных произведений сегодня идет на сотни. Что касается планов, то это создание аудиосборника стихов незрячей поэтессы Зои Шишковой. Ну вот сейчас это у меня в процессе, уходит на это уйма времени. Уйма времени уходит на бисер, и у меня не хватает теперь времени вообще ни на что. И на депрессию не хватает. Ни на что не хватает. И на депрессию не хватает, и на скуку, и ни на что у меня не хватает. Даже на домашние дела порой. Словом, сама жизнь этой светлой незрячей женщины вполне может служить добрым примером для всех нас. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо.